Зелёная аллея, декоративные вазоны с туями и ряд обновлённых скамеек. Не вписываются в эту курортную картинку, лишь неприглядные ограждения, металлические столбики, выкрашенные чёрными и жёлтыми полосками. По поручению Юрия Полякова в Анапе такие заградительные столбы меняют на необычные арт-объекты. В исторической части города устанавливают ограждения в виде старинных пушек, а в курортные – в виде маяков из гранитной крошки. Уже порядка 40 мини-символов курорта установили на пересечении улиц Ленина и Протапова, а также на городской набережной. К формированию единого облика подключились и предприниматели. Эти столбики устанавливают сотрудники парка «30-летие Победы». Во-первых, это общественное место, то есть здесь всё должно быть цивильно, красиво. Именно поэтому мы поставили вместо технических столбов вход более цивильный, красивый вариант. Установка одного маяка занимает несколько минут. Старое ограждение демонтируют, а полый штифт, оставшийся в земле, становится фундаментом для маяка. Перед установкой металлический стержень, так называемый скелет-столба, укрепляют арматурой, затем приваривают к уже готовой основе. Такие функциональные арт-объекты пришлись по душе местным жителям. Ну, очень красиво, почему нет? Намного круче смотрится, чем стандартные столбики. Это же украшает, тем более с такими символами. Вот то, что там у нас в районе турецких ворот. Всего улицы курорта украсят порядка ста мини-маяков. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Попов, Анапа. Регион.